Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак, Норву, у кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. Продолжаем с вами по черному миру черной книги проходить. Мы идем уже куда-то, то ли уже концовка, то ли нет, еще что-то непонятно, потому что знаю эту игру, возможно, еще будет куча-куча серий, а возможно уже и концовка. Погнали узнаем, куда нас приведет эта тропинка. Какие-то пальцы, смотри, указывают, все что-то куда-то бегут. Погнали! Жутковатые картинки. Так, это я что-ли управляю? Ну точно. Так, и что, куда? Может только эта травма? Ну тут трата вряд ли будет, конечно, расти. Но и так, мало ли что тут. А, кого-то спасти надо, да? Там кого-то повесили на голубце, или это ее жених там висит? Возможно, кстати. Как-то непонятно. Там, кстати, ее жениха ни разу не показывали. Ни фотографии его, ничего. Какая-то психоделика идет. Так, и что? Это надо к ним не прикасаться, это как ассасин крит какой-то, знаешь, там через толпу надо пройти. Так, вороны. А, так это Василиса, да? Когда с горы, что ли? Так, мы подожди, мы же книгу сбросили. Не понято. И что, тебя никак не смущает, что ты валяешься тут посреди вот этих непонятных грешников? Какая-то жесть происходит. Ну ладно, идем. Ух ты. Как эта пещера Алладина, да, смотри. Пасть змеи открылась. Так, и что? А, через пасть змеи же надо пройти, да? Точно. Куда ты идем? Фига себе. Фига себе. Ну, здравствуй. Вдруг зубастый, тут это кстати не как нельзя к месту. Вот с кем мы говорили все время. Это ты? Да, узнала его. Верно, верно, Василиса. Сатана. Что с желанием, Сатана? Я открыла все печати. Ну так, дерзко-то ему как бы сейчас не надо заявлять. О, конечно. Ведь таково предание. Ну да, предание я сам да устанавливаю. Безусловно, ты подозреваешь обман и ложь. Не бойся, моя колдунья. Тебе осталось лишь произнести его. А что взамен-то? Какое предание? Это ты спроси, что по преданию согласна. Подожди, Васька, не торопись. Ну, смелее. Не торопись, узнай, что за предание. Я знаю, что здесь нет моего суженого. Это ты, деда Егора надоумил. Все ты! Кстати, об этом я не подумал. А ведь действительно, агент это не зря. Но я не отступлюсь даже перед тобой. Я хочу, чтобы мой суженый оказался со мной. Чтобы он был жив, и я была жива. Чтобы мы были свободны и атаков ада, и от блаженства рая. Ничего себе, и атаков ада, и от блаженства рая. Ну да, он посмеялся. Как бы для него она глупости несет. Ну, конечно, если мир так устроен, как она сможет от этого быть свободной? Но это бред. Поэтому он и смеется. Ты мне нравишься, Василиса. Исполню твое желание. Ну, типа так уж и быть, ладно. Твой суженный уже перед тобой. Это я? Твой суженный царь ада и повелитель бездны. Ха-ха-ха, я же говорю по двух. Твой суженный, это я. А как так-то? Что? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я не этого желала. Ах, эти мифы-предания. Изменчивые, как песок на берегу Безбрежного океана. Я создал черную книгу, Василиса. Я написал ее здесь, в чертогах преисподней. Откуда взялась черная книга? Говорят, черную книгу записал змей. От змия перешла на Каину. От Каину хаму. А когда пришел потоп, хам скрыл книгу в камне. А когда кончился потоп, вышел хам из ковчега, пошел к камню, отвалил камень, вынул книгу и передал ее сыну своему ханаалу. И пошла книга от сына к сыну в рот хамов. Не приняла ее проклятое озеро, и огонь не поладил. Досталась она на выходу Доносору, царю, и творились всякие беззакония 42 века человеческих, пока не палит царство и не легла книга на дно морское. Там под Алатырь камнем лежала она не весь сколько. И вот один араб за великие грехи свои взят был в плен праведным царем и заключен в медную башню. Но дьявол полюбил араба и научил его как достать книгу. Чарами колдовскими сожжен был город. Погиб праведный царь и все его христолюбивое воинство. И вышел тот самый араб из медной башни, спустился на дно морское и достал черную книгу. И пошла она гулять по белому свету, пока не закляли ее в стены Сухаревской башни. До сей поры она лежит там, и не было еще никого, кто бы сумел ее достать. На 9 тысяч лет с тысячу связанным она страшным проклятием. С тысячу. Когда замолк шелест страниц, и рука моя в усталости упала на этот самый аналой, прогремело пророчество. Аналой. Подставка для книг или икон, которую устанавливали перед алтарем. Кто посмотрит всю книгу на небе, или на земле, или под землею, и откроет печать ее, тот с желанием в пламень прибудет и награду достойную в нем обретет. Нет, нет, нет. Предание не так говорит. Кто ты такая, чтобы сомневаться в моих словах? Я вот так и думал, что так все и получится. Предание услышали черти и рассказали колдунам. Это было тысячи лет назад. Как думаешь, хорошо не запомнили слова пророчества? Но я и сам удивлен. Я ждал соратника, верного друга, еще одного принца в моем царстве тьмы. Но обрел спутницу, колдунью, силой которой еще не видел ни мир людей, ни мир демонов. Помнишь, как звала купцов на Михайловской Ростоне? Купец здесь, и он готов забрать свой товар. Никогда! Все твои уловки, вранье, недомолвки. Чего еще ждать от князя лжи? Я проделала эту дорогу не зря. Ты всего лишь еще один бес на моем пути. Не слишком ли самонадеянно, Василиса, выступать против самого прародителя зла? А может он обманывает, кстати, может он испытывает. Я выйду из пекла не с пустыми руками. Посмотрим, скрывается ли желание под твоей измененной шкурой. Ну, он ее... 100% он ее не убьет здесь ее. 666, естественно, сколько бы у него еще было здоровье. Так, че у него? Колдун ходит первым, если у него меньше слов в заговоре, чем у вас. Чернокнижник, где получает урон, если все слова в заговоре противника черные, вечно неснимаемые, неприкасаемые. Ё-моё. Получительные статусы нельзя снять. Офигеть. На. Че он там делает? Царская стража призывает другую, нечет шипы. Ну, блин, я даже не знаю, как колдовать-то. Каркуша, порча, ну давай. Надо, чтобы еще и слова не были все черные, прикинь. Вот это надо миксовать. Ну, давай, лечащие травы тоже. Призора липкого давай. Ну, давай, вот так вот сделаю. Он первый будет ходить, понятное дело. Ну, давай. Так, призвал какого-то черта непонятного. И себе шипы и защиту сделал. Так, есть грех. Ну, не знаю, получится у нас его затащить или нет, не знаю. Как тут игра построена. Хорошо, что сглаз на этого накинули. Так, что он будет делать? 25 урон уничтожает все крепкие слова, оставшиеся в заговоре. Искры. Ё-моё. Какие они жесткие все тут. Летника, дружина, ну давай. Мне надо первым ходить 100%. Но 25 урона это, конечно, много. Можно, конечно, защиту себе сделать. У меня тут была где-то хорошая такая защита. Можно порчу, восстановить 8. Ну, пускай так будет. Ну, давай. Нет. Не эта карта. Давай порча вот так вот. Давай попробуем. Да, я первый ходу. Молодец. Будем порчу ему увеличивать. Сглазка вот давайте. А что делать? Здоровье тратится. 20 урона. Понятно. Ну, живем. Искры. Хорошо. Хорошо. Пока живем. Этот, как бы, нам бес особо не страшен. Самое главное... Ой, этот, вот этот сейчас будет. Ой, ё-моё. Чё он там будет колдовать? Это просто офигеть. Удвоить с глаз давай. Шипы давай себе. Ой, капец какой-то. Как его бить, вообще непонятно. Можно, конечно, сделать, чтобы я урон себе весь последующий забрал. Поглощение урона попробовать сделать. Чтобы от... 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 Отзащититься от его удара. Ну, давай так попробую сделать. Давай. С глаз пошел. Молодец. С глаз еще двадцатку. Хорошо. Шипы наколдовал. Давай. Адское пламя. Поглощение урона. Отлично. Книль наколдовал. Слабость и прочее. Ей, нифига себе шипы вы убили. Офигеть. Офигеть. Так. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, чтобы такое наколдовать. Можно вот это сделать. Удвоить порчу давай. Давай. Юдею так вот сделаем. Вот так вот сделаем. Это Каин. Это уроки слабость. Ну, давай его ладно. Вот так сделаем. Он все равно первый ходит. Можно себе, конечно, давай вот маленько здоровья прибавлю. Поехал. Ну, долго его бить, конечно, я согласен. Пока урон маленький наносит, хорошо. Возможно, мы справимся с этим чертом. Так, Юдея. На тебе. Уроки. Море глубина. 114. Отлично. И порчу ему удвоили. Неплохо. Уроки черной магии не прошли для тебя даром. Ну, да, смотри. Вот он еще тут и восхищается нами немножко. Так. Кровь загорись. Порчу усиливать будем. Давай сглаз давай усиливать, естественно. Давай себе защиту. И регенерацию, да. Призора липкого. Нет, пока призора липкого приберегу. Давай вот так вот сделаю. На тебе сглаз. Регенерацию себе. Горящую кровь. Давай, молодец. Бей. Чертега. О-хо-хо. О-хо-хо. Ну, с таким змеенышем мы еще не дрались-то. Ну, это прям сам сатана. Так-то. Так, ну смотри, нормально так. Отзащищались. Давай я себе, наверное, вкачаю регенерацию, чтобы прям побольше было. Так, он будет две карты всего так удвоить сглаз. Давай удвоим обязательно сглаз. Хорошая карта. Давай вот эту тоже себе карту вкачаю. Порчу давай. Ну и в принципе все пока. Да. Ну и вот так вот сделаю. Порчу тогда. Давай. А вот сироп первый уходит. Так, ну порча увеличилась. Молодец. За каждый урон себе порчу получает. Мы ему тоже порчу даем. Нормальная такая битва. А вот защита получается зря себе наколдована. Понята. Так, у него что, защита все равно остается. Два хода всего. Так, хохари, хохари, шипы. Так, шипы давай себе, наверное, наколдуем. Давай ключ. Лечебные травы продолжим. Ну и давай, наверное, хохари одного наколдуем. Первый сходим с тобой, давай. А вот сироп первый уходит, смотри, гад. Ай. Надо было все тогда карты мочить и все. Так, шипы нормально наколдовал. Нормальный его бьем с тобой, смотри, прямо хорошечно так. Отличные заговоры. Лишь немногие колдуны могут сравниться с тобой. Смотри, он комплименты отвешивает. Ну, понятно, что мы его не сможем победить. Это как бы глупо. Но он же получается, как бы сам, как бы он, он просто нас, получается, проверяет и все. То есть он скажет, ох, 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 ох. Пускай вот так вот будет. Ну и давай тогда Кайна еще давай. Минус 18, нормально. Порча добавилась, отлично. Колдуй бабка, колдуй дей. Защищено, молодец. 323 у него. На тебе, умные братья, защищено, хохорь. Получил, этот получил. А все, добили что-либо, серьезно? А, ну или это заставка пошел, потому что он дошел до какой-то кондиции. Ё-моё. Или это сейчас будет вторая фаза босса? Я думаю, вторая фаза будет. Нет? Полетели куда-то? Так, это еще куда-то идем. А это не я. Нет, я. А, ну мы тут уже были с тобой один раз, я помню. Буль-буль-буль. А может, там был выбор, нет? А-а-а. Он еще жестче стал. Отлично, Василиса, отлично. Ну хватит восхищаться-то, ты что? Вижу, я верно выбрал. Теперь помести книгу на аналой, чтобы скрепить наш союз. Никогда, проклятый змей. Я сослужу великую службу всей Руси, когда твой поганый дух поглотит черная книга. Что? Жалкая смертная. Не испытывай мое терпение. Ух ты какой. Мне нет дела до твоего терпения, чертище. Ну да, кстати, такой прям облик. Посмотрим. Быть может, под твоей поганой шкурой скрывается еще одна печать. Секретная печать. Властитель Гиенны. Ну опять у него здоровье увеличивает. Ё-моё, какое благословение у него там огроменное. Ну давай, черти и крада. Слабость, порча давай. А, что еще? У него, получается, увеличивается. Ё-моё, регенерация каянны, травы не действуют. Я офигеюсь с него. Ну давай, слабость. Давай, убей нецу. Ну давай, не знаю, лечебные травы себе наколдую. Не знаю, смогу ли я сейчас второй раз его затащить. Это вторая фаза босса. Мне кажется, он будет еще сильнее. Еще мощнее. И капец какой-то будет. 649. Ну понятно. Ну он себе здоровье прибавляет, как читер. Такое уже было с дедом Егором, тогда мы сражались. Он себе здоровье прибавлял, блин, 29 ходов. Это ж капец, сколько ждать. 224 урон, ты серьезно? Возьми, где ада. Нанесите урон, равный количеству грехов у игрока. Минимум один. Ё-моё. Но мне только тут... Одолень траву давай. Поглощение урона себе сделаю. Ну потому что... А иначе как? Защиты у него вроде нету. Ну давай, вот так вот сделаю. Как бы защиту сейчас пока себе бесполезно колдовать. Давай вот так вот. Давай вот так сделаю. Буду надеяться, что спасет меня эта защита. Поглощение урона. На, его хлещем. Но у него 29 регенерации, это плохо. И травы на него не, не, не действуют. Ну да, у него здоровья еще больше прибавляется. И защита. Поглощение урона, да, смотри, справилась. Только вот больше у меня нету этой травы. А как действовать-то? И сглаза нету. Как, правда, удвоить сглаз? Но у него есть сглаз, допустим, и че? Но он меня убьет. Он меня убьет в следующем ходу. Я, конечно, могу вот эту траву еще припринять. Припуткинг. А тут 218, да, урон? Но это все равно больше, чем все у меня. Ну давай, воскресный возьму. Ладно, давай. 207 урон, это просто офигеть. Вот грехов понабрали. 202. Ну все, он меня убил. Я еще и воскресшим оказался. На... 202 урон. Шипы. Я не знаю, как это получается... Эээ... Действовать. А как, правда? Ну могу я, конечно, себе еще прибавить здоровья. Но это все бред. На него это не действует. Ну и все. Может быть, конечно, игра продолжится после того, как меня сейчас убьют. Я не знаю. Просто попробую. Посмотрю. У него еще защиты очень много. Как от него защищаться, я не знаю. Это получается, надо было кучу травы делать. Игра окончена, да. Получается, мохнатые лапы нечистой силы сомкнулись вокруг вашего горла. Еще один заложенный покойник. Ну давай повторим. Но как биться против него, я не понимаю. Продолжаю я с ним биться. В общем, я себе тут переплетничество немножко сделал. Маленько другие карты себе натворил. Посмотрим, как сейчас буду биться. Ну, в общем, карты так-то неплохие у меня там. Я просто их не брал. Ну, просто не было противников, которые позволяли бы мне новые карты брать. Ну, вот взял, например, трясовицу взял. Да, там взял всякие там еще порчи карты, которые более усиливаются. Как бы, в принципе, они неплохие. Он сейчас будет себе здоровье восстанавливать. Ну, давай вот так вот сделаю. Это наносит один по защите. Давай Каин вот так вот. Хотя, давай вот Каин сколько? 11, а так 15. Ну, давай так вот. Хотя у него защита это бессмысленно делать. Но он будет себе здоровье просто восполнять. В принципе. Ну, давай я себе тоже регенерацию усилю просто. Защищено. Ну, понятно. Это получается урон наносит чисто... Я думал, как бы по нему будет урон наноситься. 276 неплохо. Но он 28 себе прибавил. 35. Ну, вот он опять себе здоровье все восстановил, гад. Твоя глупость не знает предела. Ты могла получить все, а останешься ни с чем. Ну, это как бы зря. Так, 123 у него сейчас урон. О, у меня нету никаких карт, которые бы меня защитили бы, да, от этого урона. 123. Нету у меня травы этой, которая поглощает урон, к сожалению. 123, прикинь. И как мне от него защититься? Ну, я могу, конечно, себе защиту всякий. Чемер. Складной урон 9. Ну, у него защита огромная просто. Ну, давай луны братья, вот этих архимандритов возьму. Жест пускай, крада пускай будет, лечебные травы. И чемер пускай будет. Он, кстати, не тратит слов в заговоре. Но это 23, это прикинь, это 23. Так, где у меня тут защита 20-ку? Ну, давай еще защиту 20-ку. Ой, ну, он сейчас меня атакует, и все, я почти убил. И следующим ходом он меня гарантированно убивает. С таким-то уроном. Если только мне карты не выпадут нормальные. Имея в виду там на поршу, на сглаз, на всякую эту вот фигню. Не, ну сейчас я смогу от этого урона отприхаться еще. Минус 34, да, 115, молодец. Да, вот 68 хп мне оставил. Карта осталась, кстати, хорошая. Вот сглаз, отлично. 118 урона. Вот, без головы есть, отлично. То есть вот она, эта карта без головы, которая полностью поглощает урон от атак противника. То есть она мне, в принципе, очень пригодится. И в принципе, ее одну можно применить, и все. И дальше, как бы, он ничего сделать со мной не сможет. Надо еще здоровье каким-то макаром попробовать себе восполнить. Так, а что у меня тут по здоровью? Вот у меня еще вот это есть, если воскреснуть можно будет. Бессмертная трава, это фигня. Ну, я сейчас, получается, полностью урон... Ну, давай пятерку, давай себе здоровье. Давай. Сейчас, как бы, смогу от этого урона я от... 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 защищаться. Вот только надолго ли хватит. А, и камень булатный, по-моему, это всего лишь на одну битву всего-то. Сто урон у него. Поглощение урона, хорошо. Но следующий урон опять сотка, и это минимум, да? То есть следующий урон я никак его не поглощу. Порчу могу удвоить. Чимер опять могу, кстати, воспользоваться. Вот порча пошла. Авель, угасил. Зачертить, зачертить, удвоить порчу. Чимер. А вот иудея, к сожалению, не могу. 37 будет защита. Ну, это все фигня, вы же понимаете. Ну, двадцатку еще, допустим, себе. Ну, это прямо бегство со смертью, да. Ну, давай попробуем. Сотка, да, у него урона есть. Ну, как бы, опять отбрехаюсь. На тебе, получает там. На тебе. Порчу удвоивай ему. Чтобы 41 было как под сотку. Так, ну смотри себе. Да, порча 82. Защита 57. Ну, почти он меня убил, смотри. Минус 82, отлично. Да, почти убил. Ну, еще раз, скорее всего, я не смогу так это все сделать. Сглаз, сколько у него? 111, да. Можно, конечно, вот это вдвоить сглаз. Море глубина. Порча урон. Нанести x2. Но это будет поэтому. А он же здоровье будет себе пополнять. Раз будет пополнять здоровье, так что и мы себе здоровье давай пополним. Молодец. Тогда смотри. Слабость уроки. Трясовица. Синий камень. Призор липкий. Море глубины. Хотя вот удвоить сглаз сначала было бы нормально, а потом вот это вот мочкануть. Давай попробуем. Трясовица плохо, что она по урону этому бьет. Но смотри-ка, давай, снесай его. Сглаз 128. Есть! Вот эта карта просто имбовая, которая x3 делает. Второго, второй его, короче, босса, второй уровень его замочили. Вторую стадию. Но будет, наверное, еще и третья. А может быть и нет. Скопытился змей. Так, что такое выросло? Какой-то трон. А, типа, самой восседать на него. И мне сейчас предложат выбор, сесть на трон или отказаться. Трудный выбор. Но опять сесть на трон, это стать сатаной, что ли? Ну, не этого же она хотела. Ну, типа, скажут черти. Видно, не суждено мне быть с тобой. Получено достижение чернокнижника. Видно, не суждено мне быть с тобою. Нет никакого желания. Да. Про это я и говорил еще в середине игры. А ты, книга, сколько от тебя несчастий. Хотела бы я вернуть все так, как недавно было. Наверное, о том же мечтал и дедушка. Да. Но время вспять не воротишь. Осталось у разбитого корыта, как говорится. Пушкин еще писал. Сатана говорил, что написал книгу в этом самом пламени. Пламени, что создало все это могущество. Так, выбраться из ада, уничтожить книгу. Получается, если мы уничтожаем книгу, я так понимаю, мы из ада не выбираемся. А если выбираемся из ада, то вместе с книгой, да, и становимся таким... На самом деле, сложный выбор, ребята. Давай уничтожим книгу. Я изначально уже этот выбор принял, когда ее кинул. Давай уничтожим ее. От нее зло. И так было понятно, что она никаких желаний она не исполнит. Надо в Василисе научиться жить. Ну, пойти дальше, жить без своего любимого, суженного. Там, встретить нового, помогать людям. Уничтожай ее. Все. Выбор сделан, ребята. Может быть, грехи все с ними. Полетел. Так, трон упал. От начал рушиться. И нас, наверное, погребет, да? Под этими камнями. Скорее всего. Эх, жалко. Повчина достижения праведницы. А-а-а. Вон ее сужены, типа. Наверное, стоит. Так, это я управляю, нет? Да, смотри-ка, я управляю. Только в каком-то я потустороннем мире уже нахожусь. По воде бежим. Такой яркий образ. Грустная концовка все равно. Хоть и праведница. Не кукуй ты, кукушечка, Рано позареет. Не береги душечку, Не рви сердце мне, Не береги душечку, Не рви сердце мне, Он на меня невзгод. Дружка, дружка дома нет. Пока девчоночка На дальней сторонушке Что же ты, мой миленький, Не думаешь обо мне? А я молодеженькая Я всякий час тужу Всякий час, минуточку Горячие слезы лью Ой, носок не трянет рабушка В поле покошеная Тужит, плачет девица С милым разлученая Не вернется, миленький Он убитый на войне А мне раз не счастною Только плакать о тебе Не кухуй ты, кукушечка Рано по заре Не вернется, милый мой Сгинул на войне Да, вот такая получилась концовка Конечно, игра интересная Концовка, я так понимаю, у меня получилась грустная Не самая, наверное, хорошая Потому что, ну, вроде как бы и праведница Но она, я так понимаю, погибла, сгинула в аду Встретилась все-таки она Из-за того, что мы выбрали праведный путь Со своим возлюбленным Но, как и в Мастере Маргарите Помните, если там было написано, что Отпустит понтия Пилата Он не заслужил рая Но он заслужил покой Вечный покой И с псом он вместе ушел И, видимо, и здесь также Что она не заслужила рая Но и не Но и ада тоже как бы не заслужила Поэтому Она заслужила, видимо, покой Вместе со своим служенным И вот, собственно говоря, мы и видим Что они у белого древа Вечного Они с ней как-то Вроде их души и встретились Не думаю, что это они встретились Скорее всего Это души их встретились У нее был выбор Вернуться с черной Книгой в мир живых Я так понимаю И просто Жить получается Наверное, тоже не самый Плохой, наверное, выбор Просто Но, опять же Он плохой в чем? Она там, может быть Как бы и берегла бы Эту черную книгу Но покуда Была бы у нее черная книга На земле Нашлось бы постоянно Много тех Кто хотел бы ее отобрать И рано или поздно Ее бы век был бы короткий И она бы умерла И эту книгу Потом попала бы в злые руки И, короче, все бы эти Постоянно повторялись бы Истории бы С непонятными Всякими Черными Колдунами Делами И прочим И прочим А так она ее уничтоживает С одной своей собственной жизнью Прекратила, собственно говоря Этот Вот вообще всю эту историю Черной книги Она на этом закончилась И уже никакой Самонадеянный колдун Не сможет Этой черной книгой Никогда Завладеть Потому что и сатану Мы повергли Ну, по крайней мере Повергли Какую-то его Часть и обрак Я уж не думаю Что она прямо С самого сатану Смогла поразить Это была лишь его Какая-то одна из его частей Которая вот Так вот Не недооценила Василису Вот Как-то так Как-то грустно все равно У меня от этой концовки Все-таки хотел я Какого-то более хэппи-энда Или счастливого конца Но Видимо, грехов много насобирал И здесь, скорее всего Зависит от того, сколько грехов Она собирала У меня их было больше ста Из-за этого битва Была более сложнее Финальная Вот Что еще хочется сказать Игра, на самом деле Мне очень понравилась Да, игра, конечно Жанр не совсем такой Обычный, карточный Немногим заходит Немногим нравится Но мне понравилась И Достаточно интересно Да, может быть Где-то и затянуто Может быть Временами Но, в принципе Подачи интересные Хочется изучать Хочется смотреть Хочется открывать По крайней мере Вот я с удовольствием Смотрел, изучал Плюс Еще, конечно Немаловажно Мне понравилось Что это от отечественных Разработчиков Тоже их поддержать Маленечко Плюс Заставляют Заинтересоваться Тебя фольклором И И тем Что действительно Было в нашей истории Действительно И места И локации Те, которые реально Существуют Та же самая Чердынь Церковь Которые там указаны Соликамск Все это реально Существующие локации И вот эти И игра, кстати Я не знаю Больше таких игр Где можно было бы Собирать песни Которые были бы написаны Которые исполнены хором Настоящие песни Кстати, с удовольствием Их послушал Так что на самом деле Игра очень хорошая Да Может быть, конечно Графика Где-то Однообразные локации Использовались Ну, можно было Наверное, все-таки Нарисовать Где-то более Повариативнее Вот, наверное Вот этот минус Я бы назвал Что можно было бы Когда Вот Видеоряд Песен Можно было Разные какие-то локации Интересные Показывать Да и так Можно было Там часто бывало, что Побольше Может быть, артов Нарисовать Побольше Как-то графику Как-то подкрутить Но Студия, как я понимаю Это их первая игра Или не первая Поэтому Очень хороший старт Очень хорошее начало Так что Желаю им Всяческих успехов И побольше Интересных Продолжений игр На тему На тему Так сказать Исторической Славянской Истории Ну, реально Это как Книга Да, здесь хоть игра И черная книга Но это часть нашей Какой-то культуры Истории Вот эти Былички Действительно Я там В деревне Бабушек Там Дедушек Слышал Многие эти истории Которые действительно Здесь в игре Более подробно описаны И ты действительно Их Узнаешь И узнаешь Те какие-то Трагиции Вон, видите Использована литература Русская мифология Русские народные Загадки Кудеинские Былички Язычество Древних Славян То есть Нормально, хорошо Они так подготовились То есть, хорошая Научная база Пермский Краевой колледж Искусственной культуры Пенский Краеведческий музей Архитектурно-технический музей Хохловка Александр Васильевич Чёрных Ну, не дочитал, но Думаю, что там Всё, в общем Довольно-таки Здорово и прекрасно И вот Завершающий арт Сидит, так сказать Василий Со своим возлюбленным Которого нам так и не показали И вот, кстати Картинка просветлилась И что ещё? Ну, кстати Там сзади Вот голубец стоит То есть, они На какой-то могиле сидят Ну, это, получается Души их сидят Да, это Души их встретились Объединились И вот они вот так вот Сидят На заваленке А что ещё, как говорится И надо Покой Вечный покой Вот так вот Как бы грустно Всё равно грустно как-то получилось Прямо Грустно-грустно Но Такая вот Русская мысль Русская история Что действительно Жертвенность Это действительно Часть русской Мысли Именно Способность на жертву Ради кого-то Ради чего-то Это Сильная сторона Нашего Народа Славянского Такого Которого Многие не могут понять Что ж Что-нибудь ещё дальше будет Нет? Пропуска Зажать А ну Прям Ну всё Прям даже не хочется Зажимать Такая идиллия Ну давай зажмём Посмотрим Скорее всего просто в главное Меню выйдем Или что-то ещё будет Вот Вот такой вот Случай был Кто видел Так много чё говорят Вот так вот Молнорос станет В пекло Заглянуть Можно было Так и исчезла Василиса А потом В старой церкви У Пентегота За партию Революция Один богомаз Там жить стал Петрович его звали чё ли Это уже после того Как Красная Армия пришла Так вот Стал он икону писать Чё-то с пеклом там связано А у него и не выходит ничего Пусто в аду Вот чё странно Про Василиса то я не знаю Много чё говорят Чему верить то А с уездом нашим чё стало Сами небось знаете то Чё стало Так вот В Вильгарте потом и в Чердане Зажили хорошо Колдунов то не стало почти Нечисть тоже пропала Вся или не вся Это я не скажу Говорят в лесах Где то ещё снуют шишики Да и тех пойдет ищи Василисины товарищи то И про них известно Петька стал охотиться на бесов Всяких да колдунов Что остались На чистую воду их выводить Вот Петька да охотник За привидениями стал Про Акулину тоже слышно было Она была колдуньей И хотела стать как Василиса А потом не до колдунов уже был А вон и Николай стоит Смотри такой С трубкой За Петьку вышло Так и жили Ох за Петьку вышло Фёдор ладно сашел Говорят в Перми уехал В театре убил Ух ты молодец Талант у него был Николай Николай с бабой Своей бесовской хорошо жили Долго Бесовской Своей Собаку завели Даже советская власть им была нипочём Ну как заговорённая А Карныш в роще ты и зажил Говорят много кому помогал Да Угу Ну вот случай был Помог на войне ты парню Уберёг Ладно Потом про это расскажу Прошка Василисин пропал с концами Ммм Кошки Чё с них взять Эх Войпель Войпель Барин Тот много добра сделал Ещё больницы строил до чёда Кстати Наверно Прошка уже говорил Что он ветром Будет северным летать Он скорее всего ветром пошёл летать Чё дальше было с ним не знаю Большевики убили чё ли Ну а Егор Деда Егора в церкви потом часто видели Грехи свои замаливал А дед Егор смотри жив остался Да получается грехи замаливал Может и Василиса его простила Да Так вот он На фотографии Силаты Ха-ха-ха-ха Странным только стал Всё с головой повязанной хотел Ты корога потому что Вот такой вот случай был Это у нас все помнят хорошо Верят ли? А сам не знаю чему верить Ну время то Время идёт Не то уже сейчас Не то что в старину то было Рад что рассказал ты тебе Пока из головы не выпало Эх Поздно уже Кстати рубль вон лежит Пора и честь знать. Ну, в общем, все. Ну, новая DLC, это получается просто за 3 дня надо будет там биться, биться, еще раз биться. Уже как бы не буду, наверное, этим заниматься. Может так для себя посмотрю, но уже точно, наверное, не буду это все делать. Вот история черной книги завершилась. Даже правда, что-то прям такая грусть на меня, какая-то такая прям накатива прям вообще. Ну, в общем, игра понравилась, продукт понравился. И, наверное, это самое главное, что разработчики смогли, так сказать, попасть своим, так сказать, результатом труда в игрока, в человека, который, собственно говоря, ознакомился с их историей, успел где-то прижиться к их героям. Вот. И музыка зашла, и самооформление, так что... Так что игра хорошая, мне понравилась. Что ж, ну а на этом все, ребята, буду заканчивать. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, мне этого очень и очень не хватает. А с вами был Чердак Норм, увидимся в следующих сериях, в следующих играх, в стримах. Ну и все. Всем пока-пока. Будьте здоровы.